и так кажется потихонечку что называется началось спустя почти год от победных западных реляций что они никогда не сдадутся что путина можно только победить и только отправить в гаагу что россияне будут жить плохо а потом еще хуже неприятная правда все-таки упорно лезет на поверхность и вот выясняется что оказывается антироссийские санкции запада потерпели грандиозный провал заявил аналитик габар штайгард статье для немецкого журнала focus автор с грустью сообщает что все эти бесконечные самые ужасные самые последние самые самые ограничительные меры принятые западными странами не смогли нанести экономике россии значительного вреда причем на этом фоне мы сделаем маленькую ремарку и напомним что международный валютный фонд на них предсказал рецессию но не москве лондону за что конечно очень переживали разные интересные граждане в комментариях и один из них даже договорился до того что как это еще вчера россияне не верили мвф и называли его разными нехорошими словами а теперь прямо боготворят однако конечно это не так просто ровно тот же самый мвф самый грозил нищим якобы русским падением экономики и крахом а теперь быстро развернулся в прыжке на 180 градусов такие артистические трюки конечно сложно пропустить и поэтому страну без пармезана неделю сотрясает хохот а вот кому не смешно так это польша которая в лице своего премьер-министра на днях даже захотела возглавить новый мировой порядок главное как говорится только чтобы тазик выдали чтобы опять же причинные места прикрыть ибо даже с той же банальной точки зрения экономического развития варшава сегодня чудес не показывает впрочем еще больше ужасных подробностей как обычно через пару секунд друзья скоро уже год как мы работаем для вас без полноценной монетизации ведь она отключена для россии поэтому ваша помощь крайне важно и даже 50 рублей когда вас много позволяют нам напомним каждый день радовать вас новостями кстати для неравнодушных граждан из других государств теперь доступна опция спонсорство надо просто нажать нужную кнопочку и и вы увидите на экране а номер карты есть в описании к этому ролику заранее вам огромное спасибо вы не бросили нас в 2022 году не бросайте и теперь вместе победим и так не будем вам долго рассказывать что хоть в странах непобедимой прибалтики хоть в польше инфляция бьет рекорда финансы поют романс и мы делали это не раз мы вернемся к этому также еще не единожды сейчас интересует другое американский блумберг пишет что складывается впечатление что польша ее прибалтийские соседи претендует на то чтобы стать новыми европейскими лидерами однако сообщают бессовестные журналисты страны планетарной совести реальность сегодня состоит в том что у запада в целом только один лидер соединенные штаты а у европы лидера нет вообще вот так вот два удара как говорится восемь дырок все сразу назвали своими именами и продолжаем хоть к таллину риге вильнюсу и в варшаве прислушивается весь блок их репутация не обеспечивает им влияние что тоже на днях было весело когда товарищи паната из маленьких но гордых стран говорили всем что они бы и самолеты последние отдали чтобы только путину сделать обидно но самолетов у них как раз и нет а так они всей душой за демократию короче что-то сдохло в прекрасном саду жазоба барреля и плохо пахнет ибо на днях также премьер-министр италии джорджи милоне которая тоже сразу после вступления в должность уже победила путина о чем давала интервью заявила цитата когда титаник тунет неважно в каком классе у тебя билет но и это точно не конец истории